14-й съезд политической партии Амцахара открылся государственным гимном Республики Абхазия. Затем собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. С основным докладом выступил председатель партии Амцахара, герой Абхазии Алексей Цукба. Докладчик подчеркнул, что сейчас государство проходит сложный этап развития. Одна из главных тем повестки дня – безопасность страны, события, происходящие в мире. Говоря о проблемах, прежде всего следует обратить внимание на процессы, происходящие в регионе. Эти процессы напрямую связаны с нашей безопасностью, и на них следует обратить самое пристальное внимание. Хочу обратить ваше внимание на ситуацию в соседней Грузии. Возможно попытка открытия, так называемого, второго фронта против России. Абхазия является одним из флангов этого второго фронта. Это напрямую касается нас. Наша задача заключается в том, чтобы ни в коем случае этого не произошло. В своем выступлении председатель партии остановился и на том, что сделано за последнее время в Абхазии в деле укрепления ее обороноспособности. Впервые за 8 лет значительно увеличились расходы на обеспечение безопасности. Строятся объекты военной инфраструктуры вдоль границ. Приводятся в порядок военные части. Созданы серьезные резервы медицинского и специального вещевого военного имущества. Проводятся комплексные мероприятия по повышению мобилизационной готовности. Проводятся военные учения и тренировки. Приобретаются специализированные средства, соответствующие современным методам ведения боевых действий. Подчеркнул ЦУГБА. При этом мы понимаем, что если за спиной наших противников стоит коллективный Запад, то за наш стратегический союзник Россия. Считаем, что только мощный абхазороссийский кулак способен охладить пыл грузинских реваншистов и не допустить открытия второго фронта. По мнению ЦУГБА, стратегической ошибкой стало упущение возможностей строительства совместной с Россией военной базы в период с 2014 по 2019 годы. Президент послан Джани, тогда еще депутат парламента, находясь в оппозиции, выступал за строительство базы. Сегодня такая база фактом своего существования сняла бы все вопросы открытия второго фронта, но ее у нас сегодня нет. В связи с вышедлоченным партия Ам-Сахара поддерживает руководство Абхазии в деле усиления обороноспособности и взаимодействия с Россией во всех направлениях. В Ам-Сахара не согласны с обвинениями властей в том, что они совершают террор и геноцид против народа Абхазии. Борьбу с пандемией коронавируса, уменьшение количества тяжких преступлений, разбоев, похищений людей не называют геноцидом, подчеркнул ЦУГБА. Руководство обвиняют в том, что оно совершает террор и геноцид против народа Абхазии. Это, по-моему, очень-очень плохо они высказались. И высказались обиды в основном состоит в том, что в их числе находятся ветераны, которые бок о бок с нами сражались против нашего врага. Но мы спрашиваем, а борьба с пандемией, на которую благодаря усилиям руководства были изысканы и потрачены полтора миллиарда рублей, это, по-моему, не геноцид, а помощь населению. Благодаря усилиям руководства врачей, бизнесменов, контролёров спасены сотни и тысячи человеческих жизней. Уменьшение количества тяжких преступлений, в том числе убийства, разбоев, похищений людей. Вы это называете террором. Террор, мне кажется, убийство таких видных деятелей, как Гарик, Айба, Соловей, Ардзенба и трёх молодых людей на набережной. Вот это называется террором, а не то, что делает руководство сегодня. Или покушение на Александра Золотинского ещё, где погибло два ветерана, награждённых в Ордене Миллиона в омиловании лукава, с руками по боку крови. Свыше семи тысяч наших граждан, которые обратились к руководству за помощью в лечении и обучении, и получили эту помощь, это тоже не геноцид. Проблемы в энергетике оказались сложнее, чем предполагалось, добавил Алексей Цукба. Руководство страны получило в наследство комплекс нерешённых проблем в энергетической сфере, низкую собираемость за потреблённую электроэнергию, изношенную инфраструктуру. При этом, если раньше Абхазия платила за переток электроэнергии, то сегодня он нам достаётся бесплатно. С 2015 по 2020 годы за переток электроэнергии Абхазии пришлось заплатить почти 1,5 миллиарда рублей из инвестпрограммы. Это деньги, на которые не были построены школы и детские сады, поликлиники и больницы, которые так необходимы нашей стране, подчеркнул Цукба. Председателем Сахара в своём выступлении коснулся и закона о строительстве апартаментов. В то время как руководство стремится упорядочить, нести правила в процессе строительства апартаментов и предлагает проект закона, запрещающий серые схемы их продажи, закрывающий уход от налогов владельцев апартаментов. И такой подход стал предметом шквальной критики некоторых политиков. При этом руководство публично и открыто обсуждает законопроект, готова вносить изменения в него, но вместо здоровой совместной работы мы чаще всего слышим пустую критику. В своём выступлении Алексей Цукба особо отметил работу правоохранительных органов. Он подчеркнул, что под руководством президента ослабжения предприняты меры по улучшению криминогенной ситуации в стране, которые принесли ощутимые результаты. Докладчик подчеркнул, что вам, Цахара, не согласны с обвинениями в адрес власти в том, что борьба с коррупцией не проводится. К примеру, с 2015 по 2020 годы всего одно уголовное дело по факту коррупции было направлено в суд, а за последние три года возбуждено 12 резонансных дел, из которых 14 уже направлены в суд. По этим делам ущерб государству нанесён более чем на 1 миллиард рублей. Цукба отметил работу государства и в области сельского хозяйства. Если раньше на Минсельхоз из бюджета выделялось по 15 миллионов рублей, то сейчас только на одну целевую программу выделяются ежегодно 100 миллионов. Это способствует созданию дополнительных рабочих мест и увеличению занятости населения. Алексей Цукба подчеркнул, что парламент может рассчитывать на поддержку партиям Цахара в решении жизненно важных для страны вопросов. Народное собрание может рассчитывать на поддержку нашей организации и всех наших единомышленников. Уважаемые друзья, мы не можем не обратить внимания на десятки и сотни обращений наших сограждан по отношению разных проблем, которые сегодня волнуют общество. Хочу озвучить основные из них. Пользуясь случаем, хочу обратиться к присутствующим депутатам с просьбой доработать и принять закон о ветеранах в последнем чтении и проконтролировать его исполнение. Надо оказать поддержку детям, ветеранам при поступлении в высшие учебные заведения, а после их трудоустройства. Далее Алексей Цукба обратился к парламенту с предложением сократить пенсионный возраст ветеранов. Сократить срок пенсионный возраст ветеранов. Некоторые умерли уже не достигшие этого возраста, которые не имели ранений, не имели зафиксированных инвалидов. Они инвалиды, но где мы сейчас возьмем эти документы? В 40, в 45, в 47 лет недавно, в том подразделении, где я войну прошел с кем, уже более 25 человек ушли на тот свет, имея награды, соответствующие, за которые должно было государство платить. Понятно, что не было возможности у государства. Но ветеранам не так много осталось. Просьба ко всем соответствующим структурам взять это во внимание от имени всех присутствующих ветеранов и их семьи. Вот это я хочу добавить. Председателем Цахара добавил, что необходимо уделять большое внимание демографическим процессам в нашей стране. Нужно проработать программу стимулирования молодых семей воспитания трех и более детей. Также еще больше активизировать работу с абхазской диаспорой по всему миру. В завершении своего выступления председатель партии Амцахара отметил, что перед Абхазией сегодня стоят большие вызовы. Уверен, что Республика Абхазия совместно с нашим союзником Российской Федерации будет успешно преодолевать все сложности. Наша партия исходит из понимания, что пришло время объединить усилия. Мы должны принять идею, что в основе нашей государственности лежит простая идея. У нас нет другого дома. У нас один дом, одна семья и одно будущее. Мы должны научиться честно решать стоящие перед нами проблемы, честно работать, платить налоги, создавать рабочие места и создавать будущую Абхазию, твердо стоящую на ногах. Депутат парламента, руководитель столичного отделения политической партии Амцахара Астамур Герхелия рассказал о том, какая была оказана помощь при COVID-19 гражданам, а также, что сделано в области культуры и спорта при поддержке президента. При поддержке президента Республики Абхазии Аслана Георгиевича Абжани нашим отделением была оказана и оказывается помощь особо нуждающим категориям и гражданам, инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям и так далее. Дальше внимание уделяется развитию в области спорта и культуры, в частности, проведению спортивных соревнований и культурно-массовых мероприятий. При нашей поддержке в каждом районе Абхазии были открыты спортивные залы для занятий тайским боксом. Отдельное внимание уделяется поддержке ветеранам, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. Как известно, текущий год является для нас особенным. Вся страна будет праздновать 30-летие победы в Отечественной войне и 15-летие со дня признания независимости Республики Абхазии. В связи с этим у нас разработан план праздничных мероприятий, приуроченных к этим датам. Наша страна всецело поддерживает СВО специально военной операции. Наши братья с первых дней, плечом к плечу российскими солдатами, принимают участие в боевых действиях. Много из них сложили голову в борьбе с фашизмом. Мы преклоняемся перед их памятью. Руководство нашей страны регулярно оказывает помощь жителям Донбасса. Учитывая вышесказанное, очевидно, что сейчас необходима консолидация всего общества для противостояния внешним угрозам. Призываю объединиться с тем политическим партиям, общественным организациям и движениям во имя сохранения мира нашей благословенной земли общества. Далее к представителям оппозиции обратился глава гудаутского отделения партиям Цахара Мираб Дауров. Обращение хочу к оппозиции сделать. Уважаемые оппозиционеры, мы тоже в недавнем прошлом были оппозиционерами. Нас ни на телевидение, ни на радио никуда не пускали. Даже на улице, когда собирались, нам свет выключали. Сегодня для вас открыты все двери. Если вам что-то не нравится, пожалуйста, глава государства, парламент, вы можете везде Александру Золотиньевичу набирать, когда хотите. Давайте садиться, решать все вместе вопросы, потому что вокруг вы все видите, что происходит. Спасибо за внимание. В ходе съезда выступавшие отмечали, что вступление сланобжания на должность главы государства совпало с тяжелыми временами, пандемией и сложной международной обстановкой. Это оказало значительное влияние на ход событий в нашей стране. Руководству страны пришлось справляться с возникшими новыми реалями. При этом следует признать, что утверждение о том, что команда обжания не справилась – ложь. Именно этим руководством созданы условия, при которых увеличилась собираемость налогов и платежей. Платить налоги стали те, кто не платил их десятилетиями. Увеличилась собираемость таможенных платежей. В районах страны ведутся крупные инфраструктурные работы за счет собственных средств. Это факт, и их невозможно оспорить. При этом в руководстве усилиями правоохранительных органов страна справилась с криминогенной обстановкой. За три года существенно снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Видимо, граждане забыли времена, и хорошо, что это осталось в прошлом, когда едва ли не каждый месяц крали людей с целью выкупа, когда убивали и грабили. При этом практически никогда не находили виновных. Сегодня этого всего нет. Мы не можем принять доводы некоторых оппонентов о том, что нынешнее руководство, дескать, лишь пожинает планы деятельности своих предшественников. Убежден, что такие разговоры абсолютно беспочвенны, продиктованы политической ангажированностью и конкуренцией. Одним из пунктов предвыборной программы ослабжения было привлечение молодых кадров в систему государственного управления. С момента его избрания президентом этот пункт был реализован в полной мере. Множество молодых людей было привлечено к работе на всех уровнях, от местных до центральных органов государственного управления. Руководитель форума молодежи Абхазии Инал Хижба отметил, что почти все вопросы в нашей стране политизируются. Также докладчик в своем выступлении упомянул закон об апартаментах и апарт-отелях. Мы, наверное, уже привыкли к тому, что практически все вопросы в нашей стране политизируются. И любая далекая от политики тема, вдруг пропитавшись ею, становится невозможной для обсуждения. При этом слышны бесконечные обвинения в кулуарности, в закрытости и в предвзятости тех, кто принимает решения. Но давайте сравним. Например, по теме законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов хочется отметить то, что данный вопрос обсуждается максимально открыто на площадках с академическим и научным сообществом, с бизнес-сообществом и общественностью. Более десятка лет экс-чиновниками, политиками, депутатами обсуждался вопрос продажи жилья иностранным гражданам. Порой закрыто и кулуарно. Но сегодня обсуждается вопрос именно о регулировании правового статуса апарт-отелей, то есть исключительно коммерческой недвижимости, и происходит это открыто и публично. Так вот, когда руководство обвиняет в том, что таким образом оно проталкивает якобы скрытую форму продажи земли, хочется сказать следующее. Земля в Абхазии не продается. Видимо, это необходимо повторять как мантру. При всем этом в соответствии с действующим законодательством, в настоящее время иностранный гражданин, в том числе гражданин Российской Федерации, может зарегистрировать фирму в Республике Абхазия, взять в аренду земельный участок, построить на данном участке гостиницу, пансионат, а также любой вид коммерческой недвижимости, в том числе и апарт-отелей. Закон нужен, чтобы регулировать эти правоотношения. Также законопроект предусматривает дополнительный специальный сбор, целевое назначение которого будет направлено исключительно на финансирование государственных программ, обеспечивающих жильем отдельно нуждающихся категории граждан Республики Абхазии. На фоне открытого обсуждения данного вопроса особенно цинично звучат слова противников данного законопроекта, которые при всем этом уже сами являются активными застройщиками апарт-отелей на территории Абхазии. В любом случае решать, необходим ли данный законопроект, будут народные избранники, депутаты парламента, на которые часть своих прав возложил их электорат. Герой Абхазии, член полицовета Амцахара Галус Трапизанян подчеркнул, что на 14-м съезде Амцахара присутствует много молодежи. Мы знаем, что со временем образования партии было предложено и реализовано много инициатив, разденных запросами самого общества. Речь, например, о позиции партии в связи с происходящим в мире неспокойными процессами и о том, как это рискует обернуться для нашей страны. Это выбор главного местополитического курса единения народа внутри страны. Практически со всеми здесь присутствующими мы очень много дискутируем по-житейски, политическим и другими вопросами. Сегодняшнее мероприятие позволяет нам еще лучше услышать друг друга, потому что от этого зависит спокойствие любого общества. Тем более ветераны в Абхазии всегда традиционно воспринимают, как люди, которые раньше остальных чувствуют угрозы и опасность, направлены на свой народ. Я очень рассчитываю на то, что Амцахара продолжит свое становление, будет привлекать молодых патриотов, которые проявляют себя как организация, где есть знание и уважение. Таким качеством рождаются герои. Выступающие отмечали, что на сегодняшний день идет развитие городов и районов в республике. Это несправедливо подвергается критике, подчеркнул представителю Чемчирского отделения политической партии Амцахара Геннадий Цулая. Во всех ситуациях критика имеет место быть, но она должна быть конструктивной. Мы не должны забывать о том, что руководство России достаточно хорошо понимает чаяния нашего народа. И поэтому в своих интервью президент Владимир Путин часто говорит о выборе абхазского народа и его руководства, о том, что свою свободу наш народ заслужил. В свою очередь, Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, также напомнил многим, что Россия никогда не будет противоречить принятым решениям и будет последовательно в развитии отношений между нашими народами. Сегодня руководство Абхазии стремится создать еще более крепкие устойки государственности. Происходят значительные изменения в сфере безопасности политики, экономики, культуры, программных обеспечений. Расширяются связи с братскими народами Северного Кавказа, всеми народами России, ближнего и дальнего зарубежья. Ведется работа с диаспорой. Огромную работу в этом выполняет МИД Республики Абхазия. Председатель Государственного комитета по управлению госимуществом и приватизацией Беслан Кубрава рассказал об истории железнодорожного кредита. В 2005 году перед правительством встал вопрос о закрытии железнодорожного сообщения. Во избежание этого был взят кредит. Тогдашним правительством Абхазии во главе с Александром Анквабом велись переговоры с высокопоставленными чиновниками. Более того, Кубрава отметил, что между странами была договоренность об урегулировании вопроса с кредитом. Кубрава рассказал и об активной работе АЖД после восстановительных работ. Однако в 2014 году уже, в мае месяце в стране произошли известные вам события, которые прервали фактически данный процесс. Не будь событий 2014 года, я вас уверяю, что этот кредит нам не пришлось выплатить. Нацбанк уже расплатился с долгами, подчеркнул Кубрава. Беслан Кубрава также затронул тему госдачи Питсунда. В 1994 году Абхазия передала эту госдачу российской стороне по договору в безвозмездное и бессрочное пользование. Безвозмездное и бессрочное пользование. И там президент Российской Федерации неоднократно проводил встречи на высшем уровне с нашими руководителями. Об одной из этих встреч я вам уже говорил. В завершении сообщением о ситуации вокруг республики к делегатам Сезда и народу Абхазии обратился президент Аслан Кжани. Как никогда ранее, вопросы внутреннего единства перед лицом общей опасности сегодня важны. Вы очень хорошо освидели на том, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть второй фронт. Как известно, действующая грузинская власть против этого. Международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия, как говорилось ранее, здесь вынуждена проводить специальную военную операцию. Против нашего союзника, прошу вдуматься в это, выступает более 50 государств, в том числе почти вся Европа и Соединенные Штаты. На этом фоне эти же силы хотят свергнуть правительство Грузии и, как я уже говорил выше, открыть второй фронт. В этих целях готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-май текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемирное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и ее регионами. Нам необходимо в сжатые сроки решить вопросы, которые создают неблагоприятный фон в наших межгосударственных отношениях. И они вам хорошо известны. Возможности по укреплению оборонной мощи страны, созданию единого пространства обороны и безопасности, заложенные в договоры от 24 ноября 2014 года, не были использованы в должной мере. Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было заблокировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Меркула Ачимчирского района. И вместе с ним модернизация и материально-техническое обеспечение подразделений вооруженных сил Абхазии. Это серьезное упущение. И я бы очень не хотел, чтобы последствия этой ошибки испытали на себе наши граждане. Несмотря на это, враг не пройдет, кто бы его там не подталкивал. И мы, обеспечив единство внутри, будучи верными союзниками России, перенесем все тяготы и невзгоды, которые нам уготовит судьба. Для этого, повторяю, мы должны быть вместе. Есть вещи, о которых публично говорить я не могу. Мы проводим масштабную работу по повышению мобилизационной готовности. Мы проводим масштабную работу по повышению боевой готовности вооруженных сил Республики Абхазия. Нам война не нужна. Но мы готовы ко всему. Вместе, в единстве и в союзе с братской Россией. Вот на это я хотел обратить наше внимание. По итогам съезда была принята резолюция, согласно которой одобрен доклад председателям Цахара Алексея Цукба. Кроме того, на должность заместителя председателя по внешним связям и руководителя молодежного крыла партии утверждены Руслан Кокубава и Беслан Эмурхба. Руслан Кокубава Руслан Кокубава Руслан Кокубава Руслан Кокубава